всем привет с вами ирина казакова заводчик питомника карликовых коз маленькое чудо как обещала вот показываю домик сегодня у нас 2 мая мы запускаем сюда козлов и козлят значит наружу в принципе он не сильно изменился здесь добавилась сетка на окно металлическая мелкая снаружи покрасили лаком и ступеньку сделали так сейчас будем смотреть что внутри внутри значит постелили мы на пол линолеум полукоммерция с нахлёстом на стены ну тут такой маленький плинтус по всему периметру вот стены вот эти мы покрасили краской в три слоя для того чтобы ну максимально вот эти заусенцы убрать значит получилось у нас три перегородки 1 2 3 вернее три секции не получится как бы общий план вот только так три секции размером метр двадцать глубина на 95 получилось так хотели думали даже четыре секции но нет ой я дверь закрыла сразу стало темно открою полочки мы всем делаем полочки обязательно потому что у нас козы очень любят на полочках спать это и тепло им и приятно ну как бы не знаю мы всегда делаем полки для своих коз то есть самого начала вот они идут с пушником так значит какие еще у нас изменения ну на полу у нас опилки как обычно и как обычно у нас кормушка в двери это вот муж придумал такое для экономии места кормушка полуутопленная внутрь для там так как у нас проход здесь небольшой бытовка не особо большая поэтому кормушка для сена сделано в дверки дверки открываются все внутрь тоже здесь так сделано в большом козлятнике у меня наоборот открываются они наружу вот так где показать устройство к этой кормушки ну собственно тут мне кажется все видно то есть поперек речки и вот так вдоль двери речки сверху вот так вот она выглядит а с этой стороны сплошная чтоб сено не вываливалась но так вот сделали принципе мне нравится у нас везде такие кормушки удобно я не могу сказать что козы совсем сено не рассыпают себе под ноги все равно они все рассыпают но я его собираю то что из-под ног я высыпаю либо на выгу либо куром на выгу в общем всегда есть куда его использовать по второму разу вот так как у нас значит здесь будут жить козлы сейчас они гуляют на ночь они заселятся связи с этим мы сделали здесь по-другому здесь сделали сплошную сплошным как бы доску сплошную так саму не ты куда идешь не ходи сюда сплошную сейчас у меня тут уже посетители закрою пока дверь сплошные доски сделали чтоб козлы друг друга меньше видели меньше злились меньше как бы тут у меня все обсывали и так далее ну как бы вот для этой с этой целью сделали здесь тоже сплошные вот эта часть и все перегородки в общем сделали сплошные а у коз там через одну до доску идет то есть вот как здесь вот полупрозрачная и доска экономится дерево сейчас очень дорого вообще как бы вышел все это довольно таки недешево удовольствие у нас здесь дерево дорогое дерево лесов практически нет поэтому все везется севера и стоимость высокая вот у кого нет проблем с доской кто живет на севере там конечно эти все проблемы наверное неведомы так потолок мы покрыли лаком тоже в два слоя собственно все наверное да вот так вот выглядит я про дверь закрылась пока темно электричество еще пока не провели принципе здесь все готово к заселению сейчас у меня все погуляют и будут заселяться только электричество еще пока нет потом для сена мы делаем ящик прям в козлятник ставим для одного тюка сена просто это очень удобно чтобы можно было раздавать не таскать эти тюки муж притаскивает кладет а я или дети раздаем вот это удобно так и что еще а ну еще тут не сделаны подставки для лизунцов мы их крепим обычно вот сюда на перегородке подставки для лизунцов туда вставляется лизунец это в каждой секции у меня тоже сделано в тех козлятника здесь это еще будет делаться ну и полочка конечно для контейнера с зерном мисочки там будут стоять так как место здесь немного то здесь единственное место для полки это вот около входа вот здесь же выключатель ну и собственно все сразу размеры я сказала сама бытовка 3 на 2 ну там с небольшими какими-то сантиметрами то есть получилось три секции внутри для трех козлов но сейчас у меня будут здесь жить два козла взрослых и козлята потому что мне просто нужно очень срочно козлят выпроводить из дома они у меня дома уже несколько месяцев сидят и их хватит им уже вот ну надеюсь всем все понятно все берите опыт на вооружение меняйте что-то вот то есть такой вариант проживание коз вполне удобный и хорошие то есть для семьи две козочки и козлик запросто можно использовать вот такую бытовку ну а у нас будут здесь жить козлики и еще одна секция козлята вот такие дела всем пока